МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие слушатели, я Иркена Фатима Пахаратовна, заведующая отделом языками народов Катече-Черкесской Республики. Хотим сегодня вам рассказать о проспективе работы и развития наших языков в нашем отделе. Нынешний год, как вы все знаете, объявлен годом культурного наследия народов России. Карачаево-Черкесская Республика отмечает в столетии своего образования. 90 лет исполняется старейшему научному центру республики Карачаево-Черкесскому институту гуманитарных исследований. На фоне такого ряда знаменательных событий посчитали актуальным рассказать и об остроте проблемы сохранения языков коренных малочисленных народов, принявших глобальный характер и не имеющих на сегодняшний день однозначных перспектив разрешения. В мире насчитывается 6700 языков, и 40% из них находится под угрозой исчезновения. В большинстве из них исчезающих языков – языки коренных народов Северного Кавказа. Именно поэтому так остро стоит вопрос о развитии, сохранении и повышении авторитета наших языков Карачаево-Балкарского, Ногайского, Кабардино-Черкесского языков, Карачаево-Черкесской Республики. Карачаево-Балкарские и Ногайские языки, согласно информации экспертов ЮНЕСКО, включены во всемирный атлас исчезающих языков. Родной язык – это неоценимое духовное богатство, с которым народ живет, передавая с поколения в поколение мудрость, славу, культуры и традиции. Наше карачаевское слово, хотя и умирало с голода, бедствовало, преследовалось и запрещалось, но выстояло и возродилось и продолжает волновать сердца многих. Каждый поэт по-своему, но вместе с тем искренно, сыну в нелюбови, возвеличивает ротной язык. Известный политолог Абдрухман Автарханов писал, «Бессмертие нации держится на бессмертие ее языка». Вопрос о развитии и сохранении языка коренной национальности для нашего ряда регионов действительно стал одним из самых острых в практической политике. С одной стороны, понимание неповторимости собственной истории и самобытности национальной культуры требует от нас бережного отношения к нашим национальным языкам. Нерасторжимую связь языка и народа кратко и емко сформировал в начале 20 века знаменитый французский языковед Фердинанд де Сесюр, который писал, что обычаи нации отражаются в ее языках, а с другой стороны, в значительной мере именно язык формирует нацию. Есть язык – есть народ, нет языка – нет народа. С утратой языка народ перестает осознавать свою самобытность, свою культуру, свою идентичность. Карачаево-Черкесский орденознак почета Институт гуманитарных исследований, главное государственное научно-исследовательское учреждение гуманитарного профиля в Карачаево-Черкесии, целью которого является изучение истории, этнографии, языков, литературы и фольклора, культуры и искусства народов в Карачаево-Черкесской республике. Важнейшей особенностью развития науки в Карачаево-Черкесском Институте гуманитарного исследования является многонациональное сотворчество ученых, комплексный подход к изучению научных проблем народов Карачаева-Черкесии. Сегодня, как никогда, актуальна проблема сохранения языков народов республики. Ученые-лингвисты, понимая, что потеря национальной идентичности народами республики приведет прежде всего к потере родных языков, принимают всевозможные усилия в целях их сохранения. Приоритеты лингвистики определяются вызовами современного этапа развития человеческого общества, каким будет будущее наших языков, как защитить и оздоровить их, определить пути совершенствования и сохранения национальных языковых традиций. А они требуют расширения исследований по направлениям, как экология языков, направленные на сохранение языкового многообразия. Лингвокультурология – исследующее проявление культуры народа, которое закрепилось в языке. В этом ряду близкое к лингвокультурологии направление этнолингвистика. Языковеды, опираясь на достижения российской мировой лингвистики, ставят целью дальнейшее исследование актуальных проблем языков народов республики, как разработка социолингвистических когнитивных исследований, исследование ментального лексикона, картины мира этноса и создание электронных версий языков, словарей всех типов, документирование трясливой лексики языков. Могучий рост русской культуры в XIX веке дал точек изучению самобытной культуры языка и истории тюркских народов Кавказа. Несколькими поколениями ученых исследован значительный круг вопросов, касающихся судебно-носных этапов развития народов республики. Формирование материальной и духовной культуры, литературы и языкознания. Функционирует сектора Карачао-Балкарский и Ногайского языков, Кабардино-Черкесского, Вазинского языков, объединенный сегодня в один отдел языков народов Карачао-Черкесской республики. Заведующим отделом является доктор филологических наук Эргена Фатимат Пахаратовна. Мы, современные исследователи, продолжаем славные традиции, заложенные нашими предшественниками. Как говорил австрийский и британский философ и социолог Карл Раймунд Паппер, ученые пытаются говорить на одном языке, даже если родные языки, у них разные. В отделе языков народов Карачао-Черкесского института гуманитарных исследований проводят исследования во всех направлениях сказания. Абхазо-адыгские языки, куда входят кабардино-черкесский, абхазо-абазинский. Отдел языков народов у нас, тюркское отделение, представляет сектор Карачао-Балкарской и Ногайской языков Эргена Фатимат Пахаратовна, заведующий отделом, Булгарова Мария Амарбиевна, Кукаева Софиат Алиевна, Найманова Мурзиат Аскербиевна и Семенова Аминат Беляловна. Ученые Карачао-Черкесского института гуманитарных исследований, развивая гуманитарную науку республики, вносят достойный вклад в познание национальной культуры, имеющую большое значение для динамичного развития многонациональной Карачаева-Черкесии. Наука и образование – это будущее народов. Только через познание национальной культуры начинается образование. За годы существования института в свою неоценимую лепту внесли представители нагайского народа. Ногайский язык – язык нагайцев, живущих преимущественно в Дагестане, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Астраханской области, Чечне и Крымом. Является одним из государственных языков Карачаева-Черкесской республики. Ногайский язык относится к кипчахско-ногайской подгруппе, северо-западной кипчахской группе тюркских языков. Начало систематическом изучении проблем нагайской лингвистики в 30-е годы XX века было заложено Николаем Александровичем Баскаковым. Его академическая грамматика «Ногайский язык и его диалекты» стала первой монографией, посвященной основополагающим проблемам нагайского языка. Послевоенные годы во время возвращения домой карачаевского народа институт возглавлял сын известного просветителя нагайского народа Абдулхамида Шершембиевича Джанбекова и Энвер Абдулхамидович Джанбеков. После него образы правления перешли в руки дочери просветителя Розы Абдулхамидовны Джанбековой. В секторе карачао-балкарской и нагайского языков в решении проблем образовательной системы республики внесли значительный вклад лингвисты-тюркологи Сююнчев Ханапей Идрисович, София Абдулхамидовна Калмыкова Джанбекова, София Аибовна Гачьяева, Айбазова-Огурлиева. А в середине XX века становление и развитие нагайской лингвистики и в частности дилектологии связано с именем Софии Абдулхамидовна Джанбековой-Калмыковой, первого специалиста в области нагайского языкознания, получившей академическую подготовку в Институте языкознания Академии наук СССР. В научной и научно-методической деятельности, помня о необходимости использования научных исследований, в выкладах София Абдулхамидовна на протяжении многих лет читала лекции учителям нагайского языка, проводила семинары, руководила секцией нагайского языка учебно-методического совета при Аблано, сейчас Министерство образования и науки. Учителя нагайского языка и литературу школы республики называли и называют ученого профессором нагайского языка. Заметным вкладом в развитие знаний Карачаево-Черкесской республики стало участие сотрудников Института международных проектов. В правовом международном проекте участвовали лингвисты Калмыкова София Айбавна, Табулова Нурьяд Татустановна, Тимирова Раиса Хасановна, Айбазова Элина Акбая Шахман-Хусеевич. Ученые приняли участие в создании лингвистического атласа Европы в Нидерландах. В измировой научный оборот были введены оригинальные материалы карачаевского, нагайского, черкесского, абразинского языков. Платотворно сегодня работает тюрколог-нагаевед Булгарова Майя Амербьевна, которая проявила себя серьезным исследователем в области лексикологии и лексикографии. Булгара Майя Амербьевна – автор первой обобщающей монографии по нагайской топонимии, нагайской топонимии Ставрополя и Дагестана, нагайской антропонимии Ногайба и Ратлары. Соавтор таких фундаментальных трудов, как нагайская русский словарь, словарь географических названий Карачаева-Черкесии, Булгарова Майя Амербьевна – активные участия международных трюкологических проектов, член реакционной коллегии многих научных изданий, член консультативного совета международного журнала языков, находящихся под угрозой исчезновения. Одним из серьезных ученых, ученым-черкологом, нагаеведом является Кукавя Софиат Алиевна – кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела языков народов Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований, специалист по нагайской лингвистике, круг научных интересов – лексикология, лексикография, этнолингвистика, социолингвистика. Кукавя Софиат Алиевна – автор более 100 научных публикаций, по проблемам нагайского языкознания, которые проиндексированы в различных российских и международных наукометрических базах данных. РИЦ, ВАК, СКОПУС. Кукавя Софиат Алиевна – соавтор, составитель редактора фундаментального труда «Ногайско-русский словарь», изданная использованием гранта президента Российской Федерации. Рецедент, ответ-редактор, член редакционной коллеги ряда научных сборников и монографии, Джани Беков, Сьюис Казанасы, сокровищница слов, сборник материалов международной научной практической конференции «Ногайцы. 21 века. История, язык и культура». Софья Алиевна активно включается в решение самых разнообразных проблем родного языка, является автором нескольких учебных и учебно-методических пособий по «Ногайскому языку» для школ республики. Найманова Марзиат Аскербьевна – кандидат филологических наук, доцент, филолог, специалист по «Ногайской лингвистике», ученый-синтаксист, ведущий научный сотрудник отдела языков народов, является активным участником международных всероссийских и региональных научных конференций. Боровасова Найманова Марзиат Аскербьевна – опытный работник народного образования и науки Карачао-Черкесской республики. В Республиканском институте повышения квалификации работников образования ведет курс лекций по синтаксу «Ногайского языка». Ею опубликована книга «Синтакс Ногайского языка». За многолетный добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство за плодотворную педагогическую и научно-исследовательскую деятельность награждалась почетной грамотой правительства Карачао-Черкесской республики. Фонд развития отчисленного образования в Афреле объявил всероссийский конкурс на лучшие научные книги 2020 года среди преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений. Найманова стала участником конкурса с научной книгой «Синтакс Ногайского языка» и по итогам конкурса награждена специальным дипломом на уряд конкурса на лучшую научную книгу 2020 года. С золотыми буквами написаны в истории народа имена ученых-языковедов, которые внесли огромный вклад в сохранение карачао-балкарского языка. Карачао-балкарский язык относят к половецко-копчатской группе тюркских языков. Наиболее близкие к нему языки – кумыгский, крымско-татарский, крымчакский, караимский, а распространен в Карачаево, Черкесии, Кабардино-балкарии, в Средней Азии, Турции, в странах Ближнего Востока. Во второй половине XX – начала XX веков представители интеллигенции внесли значительную лепту в становление письменности карачао-балкарцев. Годы после возвращения карачао-балкарцев на историческую родину из Средней Азии и Казахстан стали эпохой возрождения карачао-балкарской культуры, языка и литературы. В течение короткого времени научные сотрудники Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований и преподавателями Карачаево-Черкесского госпединститута создали научно-методические базы в обоих институтах. Начинают издаваться школьные учебники, словари, художественная литература, возобновляется национальная система школьного и вузовского образования, которая способствует сохранению и развитию родного языка, этнической самобытности и национальной культуры народа. Материалы исследований послужили основой для сознания академической грамматики карачао-балкарского языка на карачао-балкарском и русском языках. Значительную роль сыграл в истории культуры карачаевского народа Исмаил Якубович Акбаев, известный поэт и просветитель карачао-балкарии, первый профессиональный художник из Горца, ислам Крымхархалов, талантливый ученый и общественно-политический деятель карачао-умар Джашуевич Алиев. Также у истоков становления карачао-балкарской филологии стояли известные ученые, доктор филологических наук Умар Баблашевич Алиев, доцент Урузбиев, Байрам Кулов, работы корифеев кафедры Карачаевской государственной института продолжила плеяда ученых нового поколения, доктор филологических наук Магомед Ахиевич Хабичев, Хаджимрад Исаевич Хаджилаев, Шахман Кусеевич Акбаев, Магомед Ахиевич Хубеев. Нет с нами в нашем научно-сервисском институте человека, который многие годы плодотворно работал, Таханапий Идрисович Сюинчев, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, заслуженный деятель науки Тюркола. Ханапий Идрисович Сюинчев, автор более 40 публикаций, является автором книг «История создания пути совершенствования карачао-балкарской орфографии». Карачао-балкарско-монгольский параллель, руководитель авторских коллективов словарей русско-карачао-балкарский словарь. Карачао-балкарский русский словарь. Не успев издать, ушел из жизни, подготовив к изданию словарь языков письменного памятника рубежа 14-15 веков «Сказание о Карче» предводителя карачаевского народа. Сегодня с гордостью можно сказать имя молодого ученого нашего института Семенова Аминат Белялова, который является специалистом по карачао-балкарской лингвистике. Круг ее научных интересов, карачао-балкарской лексикологии, карачао-балкарской лексикографии. Ей изданы монографии, словарь общественно-полических терминов, фитонимическая лексика карачао-балкарского языка, русско-карачао-балкарский и столковый словарь религиозных терминов. Также в этом отделе работает заведующим отделом Эркена Фатима Пахаратовна, доктор филологических наук, лингвист-черколог, писатель, член Союза журналистов Российской Федерации. С 2014 года входят крупные ученые России. И в 2008 год удостоилась звания почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Ордена за достижение в образовании Российской Федерации была награждена почетной грамотой президентом Народного собрания Карачао-Черкесской республики. Она успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме разгончения формально совпадающих падежей в карачао-балкарском языке. И на основе диссертации была издана монография функционально-семонческий потенциал формально совпадающих падежей в карачао-балкарском языке, получившая высокую оценку витных теркологов. Ею издана монография названия животных птиц в карачао-балкарском языке, структурно-семонческий, функционально-стилический, особенность заонима в карачао-балкарском языке, переходные явления в системе части речи в тюркских языках. И докторская диссертация, изданная как монография «Карачао-балкарская зоонимия, научная навяза исследования заключается в том, что в нем впервые в тюркологии рассматривается полный состав зоонимов – исконно карачао-балкарский, собственно карачао-балкарский, общетюркский, заимствование, их социально-функциональная и стилистическая характеристика». Издана монография буквально несколько месяцев назад, в этом году монография орнитонимия в карачао-балкарском языке. Данное исследование является первым опытом всестороннего анализа хозяйственной лекции карачао-балкарского языка обозначения домашних и диких птиц в сравнительном аспекте. Основные положения отражены в более 200 с лишним статьях, которые печатались в Турции, в Астрахани, Пятигорске, Ингушетии, Чечне. Научно-исследовательский институт является не только научным центром карачаевской, нагайской филологии, но и центром национальной культуры, который проводит большую работу по пропаганде сохранению развития национальных языков кабардино-черкесского, карачаевского, карачаево-балкарского и нагайского языков народов Карачаева-Черкесской республики. Культурное наследие прошлого и культурное достояние современной России это совокупность языков и культур всех народов, населяющих нашу необъятную страну и сохранение этого достояния одно из приоритетных задач государства и общества. Не могу не согласиться с мнением Чингиза Айтматова, который писал, «Глядя на озеро, как оно милеет, уменьшается, я вспоминаю еще об одном озере, это тоже святыня народная, о языке. Если не впадают в язык новые мощные реки в виде новых поколений, если они не успевают осваивать родной язык, если для этого нет у них условий, нет необходимых детских учреждений, школ, то это тоже отмеление языка. Это тоже, если не экологическое, то значит национальное бедство. Да, родной язык, основа духовности, истинной внутренней культуры, нравственное развитие личности. Человек, который не знает своего родного языка, это оголенное дерево без листьев и плодов. Суть принципа добровольности и демократизма выбора языка обучения глубоко скрыл Чингиз Айтматов. Принуждать, разумеется, никто никого не может, но и освобождать сознание нации от своей истории, тем более призывать поощрять отказ от вратной речи, тоже не следует. Это почти то же, что отказ от собственных родителей. Региональная наука карачайцев и нагайцев, черкесов и абазин, вооружився современной методикой, должны свободно конкурировать с исследованием центральных научных учреждений, активно включаться в модернизационные преобразования, внести достойные лепции в мировую копилку знаний. В заключение хотелось бы свое выступление закончить стихотворением на родном моем языке, на самом красивом языке в мире, потому что на этом языке говорила моя мама. Исмаил Унухович Семенов, выдающийся карачаевский поэт, один из основоположников и классик карачаевской современной литературы, член Союза писателей 1940 года кавалер ордена Трудового Красного Знамени, автор песни Эльбрус, также Эльбрус красавец, ставший гимном Северного Кавказа, после возвращения карачаевского народа написал стихотворение Анатолем в 60-х годах 20-го века. Исмаил Семенов Джерти Смейл, самый глубокий знаток своего Карача Балкарскова Языкам. Тил дегенің адам жанны башқа жандан сыйлы еткен, тил дегенің қар инсамны білім беріп алға еткен, тілі болған дұньяны патчақыды, төріндеді, болмағана баш балуды, хайванны кеміндеді. Джигер халқым тил байлықны сен әрттеден улағанса, жерден судан ауаз дейіп кескен сөзлі құрағанса, ол сөзліні чарпытмайын түрліге жеттіргенсе, бізге бүгін ана тілдеп ұчынурша әттіргенсе. Спасиба за внимание. Сәртедгенсе.